Дизайн образовательной среды 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 интерьера, за что нас не очень любят дизайнеры интерьеров. Но, тем не менее, мы даже вошли в топ-100 лучших дизайнеров интерьера по версии журнала «АД», за что с нами перестали здороваться половина людей, которые нас знают. Но мы делаем вид, что не замечаем. И все-таки предметный дизайн – это основное поле деятельности, и в нем у нас тоже есть свои принципы, главный из которых заключается в том, что мы не очень верим в бумажные проекты, потому что красивые картинки сейчас могут рисовать очень многие, и у очень многих получается это делать. Но картинки остаются картинками, а людям нужна мебель, люди должны на чем-то сидеть, на чем-то лежать, на чем-то учиться. И вот эта пропасть от красивой картинки до серийного предмета, вот этот момент серийности, он принципиален, она огромная. И мы стараемся эту пропасть преодолеть в рамках обучения. То есть, например, на нашей кафедре невозможно защитить диплом без прототипа. То есть ты не можешь защититься с макетом, ты не можешь защититься просто с картинкой, с изображением. Опять-таки, очень многих это расстраивает, но кого расстраивать, идут на другие кафедры. Это примеры наших защит. Это все не 3D-шки, это все защита вот этого года, 2017-го, защита дипломной группы. Мы такой внедряем метод, когда группа, каждая работает над своим предметом, но все эти предметы объединены общей стилистикой, и по функционалу они друг друга дополняют. Это позволяет ребятам досконально, как бы, работая над своим предметом, и копаясь в каждой там стяжечке, толщинки, досочки, значит, в то же время они постоянно вынуждены возвращаться к вопросу целостности вот этого ансамбля, к пониманию, как строится этот ансамбль. Они вынуждены общаться друг с другом на профессиональном языке. Это очень важно, потому что это командный вот этот вот компонент работы дизайнера, он очень важен. Дизайнер, особенно тот, кто работает вот для общественных, для образовательных пространств, он не может себе позволить быть интровертом, который сидит где-то вот, закрылся, и злобно проектирует образовательную среду. Ничего не получится. Он как бы вынужден общаться, он должен общаться, причем, с кучей людей. Он должен общаться с детьми, он должен общаться с родителями, он должен общаться с педагогами, с уборщицами, которые убираются в аудиториях там или в садах. Причем он должен уметь общаться с ними. Это не просто, это какой-то диалог, там далеко не всегда то, что люди говорят, даже искренне, так и есть. То есть нужно всегда как-то фильтровать, что люди говорят по инерции, что они действительно продумали, что является результатом их богатого опыта. Это защита прошлого года, это коллекция 2014 года. Это все фотографии, тут, к сожалению, не очень, конечно, это все видно. Да, но эта коллекция была посвящена решению проблем мебельных производств, которые производили офисную мебель. Потому что в 2014 году начался, ну, начался чуть пораньше, но был такой очень заметный спад продаж в области офисной мебели. Он был связан не с мебельщиками, не с дизайнерами, а с тем, что просто куча офисов стала закрываться, офисы, которые должны были открыться, не открылись, и просто спрос на офисную мебель резко упал. А предприятие есть, производство есть, штат есть, все есть, а мебель не продается. Они приходят к нам, говорят, ребята, ну, сделайте что-нибудь, но мы не можем, не знаю, там, Крым вернуть, да, чтобы опять там началось все строиться. Поэтому мы, но мы как дизайнеры можем как-то предложить решить эту проблему. Мы начали анализировать, в чем проблема восприятия современными молодыми людьми офисов, начали исследование среди наших студентов и удивительную вещь узнали. То есть вот эта история, если еще совсем недавно работать в офисе, это было как-то престижно, то вот потом эта песенка, там, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе, выяснилось, что сейчас молодые люди воспринимают, если ты работаешь в офисе, что-то пошло не так. Ну, это пока не очень очевидно, но, в общем, это где-то есть. То есть как-то у тебя жизнь складывается, вот это ты, в общем, делаешь не то. Это скорее признак, ну, как бы, не успешности, чем успешности. Начали копать дальше. С чем это связано, с чем ассоциируется это на визуальном уровне. Ну, и там вычленный ряд вот таких историй, оранжевым, вишневым ДСП, ну, там, из кучи-кучи других вещей. И из этого родилась такая предпроектная гипотеза, что этот офис должен обладать, как у нас был девиз, офис с человеческим лицом. То есть должны быть какие-то элементы домашнего уюта, элементы, стереотипные элементы, вот именно, какой-то домашней атрибутики, но при этом нельзя офис совсем превратить в такое место, где все придут и будут дружно спать. Люди должны быть в тонусе, должны работать. И вот исходя из этой гипотезы уже произошел отбор материалов, отбор стилистических каких-то прототипов и родилась вот эта коллекция. На данный момент, хотя тоже уже, наверное, есть какие-то корректировки, современные требования к предметно-пространственной образовательной среде, но мы их так понимаем, что это оптимизация пространства и процессов, оптимизация именно связана с тем, что очень много неэффективно используемых площадей, то есть вроде все жалуются площадей мало и в то же время налицо куча ну прям очевидных для того, кто смотрит со стороны, не для тех, кто находится внутри, каких-то нестыковок, несогласованностей. И вот этот вопрос оптимизации, в ней ничего плохого нет в этом слове. Если все правильно происходит, в итоге эта оптимизация приходит, ну как бы она к взаимному удовольствию происходит. То же самое связано с процессами. Эргономика тоже куча, условно куча, наверное, какое-то неправильное, но масса, масса неэргономичных решений, которые приводят к потере той же самой оптимизации. И эстетика, это, наверное, то, про что мы сегодня в основном здесь поговорим, про вот этот психологический компонент вот этой дизайнерской работы. Ну и способы достижения результата, нужного нам, так как у нас была история связанная с оптимизацией, то многофункциональность, модульность и трансформируемость. Но это такие основные тренды, которые, в общем, как раз мало меняются. Мастерская лаборатория прототипирования, которую мы проектировали, она располагалась в Строгановке. И так как я уже начал, когда в начале говорил, что в бумажные проекты мы не очень верим, а как проект сделать из бумажки не бумажным, нужно изготовить прототип. Этот прототип нужно проверить, протестировать его на детях, на выставках, на воспитателях, на производственниках, на всех. Чтобы этот прототип сделать так, чтобы он имел какой-то смысл, он должен быть изготовлен на современном оборудовании, примерно на таком, которое установлено на фабриках и на которых оно может быть тиражно произведено у нас в России. А у нас, надо сказать, что незадолго до кризиса очень много фабрик успели перевооружиться, стоит очень хорошее оборудование, правда в ужасных интерьерах, но оборудование шикарное, швейцарские великолепные станки, линии такие, которых мы из-за границы не видели, но все это в таких вот разрушенных, таких цементных, бетонных каких-то вещах, но делать могут вообще-то очень хорошие вещи. И мы также занимались пять лет, даже больше, шесть лет созданием центра прототипирования, значит, подбирали оборудование, но это оборудование, его просто так не поставишь, вот скажем, здесь это станок гидроабразивной резки, великолепный станок американский, который струей воды с песком может резать сталь толщиной до 20 сантиметров. Он также может резать стекло, натуральный камень, он может резать линолеум, может резать даже картон и фанеру, потому что на такой скорости вода теряет свои свойства водяные, это просто такой поток энергии. Но в то же время, так как это не просто производство, а это образовательное пространство, то мы тут сразу думаем про то, ну, конечно, вся логистика, как этот станок вообще затащить вот в эту комнату, как сделать так, чтобы вот этот Тельфер, он там вот в торцевой стене ворота, по-моему, здесь будет видно, да, вот через эти ворота ворота открываются, подъезжает машина, значит, с машины вот этот Тельфер поднимает плиту, скажем, слеп там 2 на 3 метра, опускает на этот станок, и, значит, здесь происходит вот этот производственный процесс, но за ним очень интересно наблюдать, а наблюдать довольно опасно, потому что эта штука периодически брызгается, то есть может быть непроизвольный выброск не очень чистой воды, мы тут попали в одного чиновника, не специально, но он был очень любопытный, подошел поближе в него прямо вот этой, вот, но он как бы с юмором отнесся, потому что мы ему сказали, вот есть балкончик, отсюда, во-первых, поближе стоять, вот, но потом долго оттирался, так, в общем, ничего у него не получилось. Куча задач решает вот эта галерея, можно увидеть все живую, можно увидеть с удобного ракурса, при этом оставаться в безопасности. Это же мастерская, но вот это отделочная камера, отделка, это покрасочный участок, сейчас покраске отделки придается огромное значение, если еще вот, когда я учился, отделка у нас преподавалась как способ защиты мебели от внешнего воздействия, ну там, от ультрафиолетовых лучей, от детей, которые там считаются, что все время грызут эту мебель, значит, от воды, то сейчас эта защитная история никуда не делась, но акценты сместились кардинально в сторону психологического воздействия на потребителя, и на Западе даже выделилось такое отдельное направление, ну то есть оно выделилось довольно давно, у нас его тоже его начали по крайней мере признавать, называется это CMF дизайн, но сейчас еще добавляют, CMF это Color Material Finishing Design, то есть цвет, материал, и, ну финишинг это значит как бы чистовая отделка, еще добавляют сейчас букву P, CMF P, добавляется паттерн, и основное центральное утверждение этой теории, если вот этот стол стоит в оранжевой вишне из ЛДСП, вот если я возьму и покрашу его в черный бархатистый такой матовый цвет, то это будет другой стол, не просто, это будет другой предмет, почему, потому что он будет вызывать другие эмоциональные переживания от него, то есть кому-то захочется подойти его потрогать, кто-то там, так и происходит, люди вот, у нас есть куча образцов, куча, масса образцов, спасибо, значит, на которые у нас довольно часто бывают экскурсии, и мы четко видим, какие-то образцы люди трогают, причем все, какие-то трогают половину, какие-то не трогают вообще, хотя вот они висят, эти образцы, ну, в доступности, и вот это желание вступить в тактильный контакт с предметом, оно очень важное, это, конечно, не гарантия, что ты продашь эту вещь, но человек уже вступил вот в эту связь с предметом, и вероятность того, что он спросит, сколько это стоит, да, потом его может не устроить цена там или сроки, или поставки или еще что-то, но он уже, его зацепило, вдруг упали продажи какой-нибудь миски, а у меня все есть, форма этой миски, все у меня налажено, мне другую миску делать, ну, очень дорого и сложно, он приходит, говорит, так, вот красим теперь эту миску вот так, здесь делаем оранжевую каемку, здесь вот такой пушок, а здесь блестки, делают, и хоп, миски опять пошли, вот, то есть это очень эффективный и способ повысить привлекательность для потребителя, к чему я все это, к тому, что вот это обычная покрасочная камера, но которую тоже мы на этапе проектирования заложили в ней вот такое окно, как в метро, через которое можно наблюдать за работой дизайнера и отделочника, у нас отделочник именно дизайнер, эти процессы очень интересные, но их никогда не видно, потому что, ну, краска очень плохо пахнет, и это вообще вредно, он-то работает в респираторе, и поэтому эти процессы никогда не видны, их не, даже на производство, когда мы приезжаем, их видно в лучшем случае, там через занавесочку смотришь, вот так вот, на спину человека, который что-то отделывает. Тут продумана система приточно-вытяжной вентиляции, то есть вот мастер отделывает прямо на нас, с этой стороны может располагаться там, не знаю, группа где-то в 10 человек, который может это снимать, может фотографировать, этот процесс мы вытащили наружу за счет, как бы, организации вот этого участка. Этот потолок, мы его своровали, честно говоря, в лондонском метро, но не просто так. Дело в том, что вот этот станок, когда режет особенно фанеру, очень громкий такой звенящий звук, настолько, ну, то есть разговаривать невозможно, мастер работает в наушниках, а вот этот потолок, он экранирует звук, он работает, как, потому что на втором этаже сборочный цех, и когда не было вот этих штук, не знаю, 50% звука проходило на второй этаже, там можно было разговаривать, но настолько некомфортная была там ситуация, что люди там старались не находиться. Изучили этот вопрос, сделали вот эти экраны, этот звук в итоге переотражается назад, и он не проходит туда. Это тоже, здесь другая история, здесь история, во-первых, со светом, потому что потолки очень низкие, и множественный источник света, теплого спектра, в 4000 кельвинов, создает такое ощущение солнечной поляны вечером. И модульные верстаки, которые тоже разработаны нами, превращены в некий продукт, смысл в том, что эти верстаки, они все, значит, у них соотношение один к двум, и в зависимости от того, сколько работают студентов и над чем они работают. То есть, если это какая-то большая штука, у нас бывают какие-то большие детали, то есть мы сдвигаем эти верстаки вместе, раскладываем на них, значит, нужное нам оборудование. Если это не нужно, то они у нас раздвигаются по стенам, и внутри каждого верстака есть объем, который используется для хранения деталей и заготовок. Вот эти вот свесы у верстаков, они предназначены для того, чтобы можно было закрепить струбцинами любую деталь, как сверху, так и снизу, так и скрепить верстаки между собой. Модульная история, эти верстаки очень оказались удобными, и мы их уже в несколько дружественных нам компаний передали эти проекты, и они тоже очень им довольны. Значит, шкафы. Ну, шкафов всегда много, интерьеры бывают очень сложные, и очень часто, ну, в данном случае, это, вот это проход в другую комнату. Вот, но нас это не устраивало по ряду причин, по дизайну, по смыслу, потому что у нас там душевая и раздевалки для мастеров. Многим не нравится, что наши мастера моются, потому что их мастера не моются, а мы не понимаем, почему мастера должны домой идти грязные и путные, вот, поэтому мы сделали душевую, но показываем ее не всем. Из-за этого вот такое решение, что в 21 шкафчике у нас, значит, проход, но тем не менее решение тоже типовое, потому что это все разработано до деталек, до гвоздиков, и это может быть применено в любом месте, где у нас существует необходимость прохода в другую комнату, но по каким-то причинам шкаф мешает. Принцип модульности, это вообще такая, модульность бывает очень разная. Модульность позволяет нам переставлять отдельные элементы и получать при помощи тех же самых элементов разные варианты. Ну вот, эта скамейка, четыре разных элемента, вот, и они могут, как бы, этот элемент подходит идеально сюда, и вот у этого элемента, крайне правый срез, точно такой же, как крайне левый срез у этого. То есть мы берем и можем переставить вот этот элемент сюда. После того, как мы это сделали, то крайне левый срез у нового, как бы, окончания скамейки, соответствует крайнему правому срезу здесь. Мы берем этот элемент и переставляем туда. И таким образом мы четыре раза можем получить разную конфигурацию одной и той же скамейки. Это есть у нас четыре элемента. Говорили, значит, о туалетах, о том, что туалет является визитной карточкой любого учреждения, фирмы, не знаю, музея, да чего угодно, там, института. Мы взялись делать проект в прошлой, ну, вот этой весной, пришли в школу, где решили заняться, договорились с директором, что мы будем делать дизайн класса младших учебных, ну, младшей школы. Вот. Но когда мы зашли в туалет, мы пришли в такой неописуемый ужас, это обычная московская школа, это типовое решение, которое заложено на уровне бетона, что нас больше всего поразило, потому что когда мы все это сносили, мы обнаружили, что, ну, как бы, для того, чтобы была эта перегородка, в бетоне сразу заложены такие штучки, то есть это типовое решение, придуманное строителями, там, в бог знает каком году. При этом, значит, если обратите внимание, шпингалетов здесь нету, потому что, если бы они здесь были, любой, кто войдет, он тут же бы закрылся бы и пользовался двумя унитазами, да, неэффективно. Значит, соответственно, шпингалетов нет и на входе, потому что там четыре таких кабинки, потому что, если бы первый, кто зашел, он пользовался бы четырьмя унитазами. При этом, почему дети должны, они же тоже не из леса пришли в школу, они были в торговых центрах, они ходят в кино, они, ну, современные дети в Москве, они привыкли к тому, что в кабинке можно запереться, и вдруг они попадают в такое место, значит, где он почему-то должен делать это коллективно и при этом испытывать какие-то позитивные эмоции. Но что происходит дальше? Вот, казалось бы, смешно, но ребенок, он, во-первых, не всегда понимает, что это что-то не так, и он может куда-то пожаловаться. То есть он либо разворачивается и уходит, начинает терпеть, мы пытаемся ему что-то там, ну, какие-то образовательные программы, а он писать хочет, он сидит, как бы ему не до этого. Дальше может быть хуже, он может описаться, что и происходит в первом классе, над ним начинают смеяться, и тут мы получаем огромный букет проблем, вопроса на входе, просто вот ни с чего, там все школы, там все туалеты такие. И неважно, какой будет дизайн класса, потому что, ну, вот, он просто хочет писать. Вот, либо он побежит в учительский туалет, где, это если он сообразит, где его, значит, отловит какая-нибудь злая тетка и отругает за то, что он бегает в учительский туалет, опять-таки, ну, как бы конфликт на пустом месте. Вот, и мы бросили, значит, наши классы и занялись этим туалетом. Значит, это уже фотография этого туалета, именно этого. При этом у нас задача стояла не разорить школу, то есть все решения здесь предельно бюджетные. Плитка, это самая дешевая плитка отечественной фирмы с горделивым названием Керама Марацци. Реально, дешевле этой плитки нет ничего. Она, ну, она, в общем, плохая, но она плохая никогда, она уже на стенке. Если удалось прилепить на стенку, она вообще-то хорошая. Она плохая для рабочих, потому что у нее неправильная геометрия, и когда ее, если ты ее режешь, например, плиткорезом, там внутреннее натяжение существует, она лупается не там, где надо. Вот, поэтому ее очень не любят рабочие. Но если уже ее удалось прилепить, то вообще-то она, ну, то есть ничего плохого в ней нету. Здесь все, и пол, и стены. Значит, мы убедили директора, директор, к счастью, попался адекватный, хороший. Значит, здесь мы поменяли двери, ну, там мы покажем потом, мы везде поменяли двери. Мы снесли весь вот этот вот, я даже не знаю, как это назвать, ужас, то есть вот эти все, все перегородки. Оказывается, отсюда идет традиция ходить в туалет подвое. Я никогда не знал, что это за, откуда ноги растут, ничего только не говорили. Причем, многие, вот те, кто не видел такого, в моей школе было не так, в моей школе вообще не было никаких перегородок, просто пять унитазов стоило в ряд. Я там за все, за 10 лет обучения ни разу туда не сходил, но я бегал в учительский туалет. Здесь, значит, сбоку, когда выходишь, там раковины такие тоже, жалко, не включили. Значит, над этими раковинами бумажное полотенце, и здесь стоит корзина, куда ты потом бумажное полотенце бросаешь. Когда мы переделали все эти туалеты, мы приделали им сушилки, на второй день под ними появилось ведро. Мы говорим, ну, мы берем, убрали ведро, ведро опять появилось. Ну, я спрашиваю уборщицу, а зачем тут ведро? Она говорит, ну, здесь же руки сушат. Я говорю, да, значит, должно быть ведро. Я говорю, а что они сюда должны бросать? Она говорит, я не знаю, здесь сушат руки, потому что тут всегда было ведро. И вы думаете, ей удалось переубедить? Нет. Когда мы ушли, она опять поставила это ведро. Это для меня очень показательная история, потому что очень многие люди в какой-то момент превращаются в автоматы. Она реально, она хорошая тетка, она, кстати, неплохо убирается. Но вот это, я называю это синдром ведра в туалете теперь. То есть, очень многие люди и учителя тоже, они действуют по инерции. То есть, вот им перфокарту там когда-то вставили в 60-е годы, и она вот, она не может понять, ну, как так, ну, должно быть ведро. Вот. И по этому принципу, значит, да, здесь у каждого, да, они что, могут запираться в кабинках? Я говорю, да. Она говорит, они ничего там такого не устроят? Ну, я говорю, а что они там могут устроить? Вот. Но они там, правда, действительно кое-что устроили, потому что здесь нет вот раскрытого, наверное, в общем, вот к вопросу крепления бумаги, когда мы выбирали эти краштейны для бумаги, я лично ездил, выбирал, и выбирал, как красивые. Потом понял, что думал вообще не о том, потому что они лазают из одной кабинки в другой, опираясь ногами на эти краштейны для бумаги. Нужно было выпирать очень-очень крепкие. Вот. И потом я поехал, их поменял, потому что это тоже, но в голову не пришло. мне нужно было, чтобы стилистически все это совпадало. Вот реально я о том думал. Значит, вот это классы, это класс, мы все-таки дошли до класса, успели его сделать по остаточному принципу, из-за этого парты, до парт мы не добрались, парты остались старые, парты мы не успели спроектировать, но и может быть хорошо, потому что когда мы погрузились в эту тему глубже, поняли, что парты для школьников это тема, которую вот с налету не сделаешь вообще никак, там действительно нужно очень много исследований, есть на самом деле очень много хороших решений, которые уже внедрены, есть решения не очень удачные, но в общем хорошо, что мы отвлеклись на туалеты, на парты требуется минимум год. Вот удивительная вещь, вот все привыкли к этим стульям, которые тоже, ну я никогда не знал, что есть проблема того, что эти стулья рвут колготки, но все девочки в хором сказали, эти стулья рвут колготки, значит, но почему эти стулья так выглядят? Вот этот стул, он тяжелый, он, мягко говоря, некрасивый, такой пингвин, но к ним все привыкли. Когда начинаешь выяснять этот вопрос, понимаешь, что единственное обоснование вот этой консольной конструкции, вот с этим выносом, то, что его можно вот так поставить на крышку, и уборщица может убраться в классе. Получается, что то, как выглядят стулья в школе, то, как выглядит наш класс, определяет уборщица. Это единственная причина, по которой он такой, потому что вот эта конструкция предполагает использование тяжелого металла с большими сечениями, иначе он не выдержит. Хотя, если предложить тоже уборщице, ей просто никто не предлагал, хотя не факт, что вообще ей надо предлагать, но тем не менее, значит, если предложить стул в два раза легче, где она будет делать не вот так, а, допустим, вот так, это еще вопрос, ну, как бы, на что она согласится больше, то что ей будет удобно, перевернуть стул, который в два раза легче, или вот так сделать стул, который в два раза тяжелее. При этом тряпка все равно довольно-таки не, это неуверенно там проходит под этими ножками, и периодически она этой шваброй цепляет за эти стулья. А так к этим стульям же все привыкли. У наших родителей были такие стулья, у родителей наших родителей были такие стулья, и все думают, что так нормально. И вообще наши школы, ну, вот в этой версии, они очень похожи, ну, вот знающие люди говорят, что тюрьма, больница и школа это примерно одни и те же системы. И надо сказать, что действительно, ну, вот когда видишь этот туалет, ты, ну, я не знаю, в тюрьме не был пока, но я понимаю, что, наверное, что-то в этом духе там и есть. Но это же школа, а не тюрьма, да? Рабочее место преподавателя. Это похоже на такую берлогу, потому что преподаватель, он обрастает, как ракушками, он, у него там все, у него тут расческа такая, ну, в общем, расческа, тут же какие-то булки спрятаны, ну, чтобы не было видно. Все это задвинуто каким-то учебником, тут лежат тетрадки, внизу у нее 5 пар туфель, значит, здесь висит вот эта медвежья шкура, которую она почему-то не забирает, когда уходит. То есть, ну, очевидно, она ее утепляет, ну, или психологически обозначает ее место. То есть, вот здесь этот главный зверь в пещере. Вот. Это все не выдумано, это вот тот же самый класс, вот мы его как бы сделали так. Да, вот это шкаф, удивительный шкаф, великолепный встроенный шкаф, до верхних полок которого никто никогда не добирался, потому что это физически невозможно. А внизу лежит такое, что, ну, когда мы спрашиваем учителя, она говорит, ой, ну, там что-то очень нужное, мы открываем. Мы открываем, там, она не знала, что его никто не открывает. Она говорит, а кто не открывает, тут дверца отваливается. Вот. Ну, в общем, проанализировав все эти моменты, мы пришли к выводу, что этот шкаф, мы разделили его на две зоны, то есть, верхняя зона для учителя. Мы дали ему, значит, в комплект входит лесенка, такая вот, киевская лесенка, которую он берет и залезает наверх. И каждому ученику дали возможность иметь собственный ящик, в котором, по нашей глупой идее, можно было в первом классе хранить все учебники, чтобы не таскать их домой. Но синдром ведра сработал здесь. Как это так? Они будут ходить домой без портфеля? Это что ж такое? Сказала учительница. И, значит, детишки продолжают ходить за чем-то вот с такими же рюкзаками. Исследования показали, что начальная школа от средней школы очень сильно отличаются. Эти дети, они еще вчера ничего кроме дома и детского сада не видели. И сразу поместить их в этот такой жестокий социум, который символизируют эти унитазы, да и вообще-то и вот этот класс тоже, на наш взгляд, это очень как бы негуманно. Возможно, это задача для средней школы. То есть, когда уже родители, связь с родителями не так очевидна, когда начинается переходный возраст, когда общение со сверстниками выходит на передний план, когда это уже следующий этап. А вот на этом этапе и учителя начальных классов это скорее такие, не знаю, как бы такая символическая мама. То есть, они часто бывают такие габаритные еще очень. Их хорошо, когда они такие. Дети любят, доверяют, они любят детей. И может быть, это главное, что происходит в этом возрасте. И вот это напоминание о доме, такое визуальное, ну плюс здесь, конечно, мы не удержались, подпустили всяких интерактивных панелей, на которых можно изучить тут времена года, месяцы, что там еще, русские буквы, английские буквы, часы, что-то еще было, стороны света, да, значит, можно крутить все это на рукой и как бы разговаривать с детьми на эту тему. Кулер, который тоже, о котором мы не подумали, нам казалось, что в кулере будут одноразовые стаканчики, выяснилось, что одноразовые стаканчики должен кто-то покупать, их должен кто-то выдавать, значит, и прочее, и прочее, поэтому, значит, по просьбе уже родителей и учителей мы сделали такие полочки у каждого своя, ну вот, на каждой ящичке его номер и его картинка и на каждом стаканчике. Они приносят свои чашки, ставят их сюда, но мы пока не уверены в том, что мы сделали правильно, пойдя на поводу у родителей и педагогов, но мы пока исследуем этот момент, как бы, пока к окончательному выводу не пришли, пробуем. Вот. И вот эта история с дверьми, когда мы предложили поставить двери не глухие, а двери с окошком, это невероятно объединило все пространство, вот когда заходишь в начальную школу, там же куча дверей, вдруг это пространство объединилось. Кроме того, очень часто кому-то нужно заглянуть в класс, ну там, не знаю, заучу или директору, или еще, даже не для того, чтобы с кем-то пообщаться, а что-то увидеть, там есть этот ученик или нет, учительница на месте или нет. И вот вместо того, чтобы открывать дверь, он просто глядит в это окошко. Это очень психологически комфортная ситуация получилась для тех, кто приходит. Но вот наша учительница, значит, она сказала, ой, вы не могли бы принести кусок аракала? Мы говорим, зачем? Ну, я хочу это заклеить, мне некомфортно, сказала она, вот, потому что ей неприятно, что как бы на нее смотрят, она считает, что вот, ну, это опять-таки такой момент, с которым мы сейчас, да, работаем, вот, мы-то глубоко убеждены, что должно быть именно так. Рабочее место учителя мы попытались учесть все, что у него есть, его туфли, его расчески, его чашки, его, значит, тетрадки, вот, все, все, что можно. Мы все это переписали, классифицировали, что можно ему иметь и что ему даже нельзя иметь, но очень хочется, потому что в начальных классах, опять-таки, вот эта домашняя комфортная обстановка, по нашему предположению, вот мы когда исследование проводили, нам показалось, что очень важно, чтобы учитель тоже тебя чувствовал как дома, потому что, ну, в какой-то, вот такая наседка сидит, вот, и мы попытались для всех этих нужд предусмотреть места для хранения. Мы обманули, попытались обмануть нормы, которые запрещают располагать розетки ниже, там, метра 80 в учебных заведениях, или метра 60, что ужасно неудобно и очень некрасиво. Сразу туда вставляют какой-то удлинитель, этот удлинитель потом ползет на пол, и, в общем, никакой безопасности от этого нету, есть только неряшливость и та же самая опасность, потому что вот этот удлинитель точно так же можно споткнуться, не знаю, там, порвать и прочее. Мы придумали вариант, как эту штуку, значит, трактовать по-своему, это тема отдельной лекции, вот поэтому, и все равно наша учительница нашла, что она заполнила сначала все, что мы ей дали, а потом начала наваливать сверху, значит, то, что она еще принесла из дома. Когда мы работали с детскими садами, мы попытались привлечь студентов в помощь, у нас ничего не получилось, потому что студенты оказались абсолютно бесполезны в этой области. Своих детей у них еще не родилось, они как бы не понимают, что такое дети, а какими они были в детском саду, они забыли. И мы несколько раз попытались, не вышло ничего, мы бросили, сделали сами. А когда мы начали работать со школами, выяснилось, что студенты нам ужасно полезны, потому что они совсем недавно были школьниками, они прекрасно помнят, как это было, они понимают эти проблемы лучше, чем мы, потому что мы уже были школьниками давно. Вот у нас сейчас пошел ребенок в первый класс, и мы теперь смотрим на это уже как родители, а они нам еще помогают смотреть как дети. И вот это дизайн-исследование, которое делали группы наших студентов, мы решаем в школе много проблем, в частности, вот это связанное с входной группой, потому что тем, кто в этой школе находится, им кажется, что никаких проблем нету, потому что они привыкли к этой истории. И это уже студенческое дизайн-исследование, поэтому оно такое тут, ну вот, они повесили камеры, но с разрешения руководства и анализировали, что происходит во входной вот этой вот группе, пытались, вообще, что там происходит. И там происходит постоянно пересечение потоков, там происходят заторы, там происходит это вот их студенческое видение того, что происходит. Вот эти все люди, дети, они ищут карточки. Значит, когда первый, ну там, этот где-то карточку ищет, второй не может пройти. В это время, значит, родители первоклаши, которые никак не могут отпустить их и разрешить им сделать все самим, они пытаются их переодеть, они пытаются им, значит, повесить рюкзачок. И это все становится понятно, когда ты вот это вот снимаешь и снимаешь на, ну, вот видите, там они все пролезают под турникетом. Вот, да, вот эта вот история с мамами, которые никак не могут, мама, бабушки, что бы ты с ними ни делал, нет, они приводят этих детей в таких комбинезонах, в которых детские сады водят. Из него невозможно ни влезть, ни вылезти самому. И они потрошат этих детей, это уже школа. Вот, и вот это здесь для этого есть такая скамейка, вот это потрошение происходит. Вот, и так как это еще вот на утро, поэтому здесь на скамейку еще как-то не помещаются. А так вот они, это вот потрошение коллективное, это все происходит здесь. Вообще, дизайн-исследование, это настолько оказалось важная вещь, и настолько она оказалась непростая, но именно этот этап Но перепрыгнуть нельзя никак, потому что можно броситься проектировать какие-то красивые, по вашему мнению, стулья, парты, я не знаю, держатели для бумаги, а выяснится, что ты делаешь абсолютно не то. Выяснится, что нужно абсолютно не это. И исследовать это по каким-то источникам, интернет-источникам можно и нужно, но эффекта это только одна часть. Обязательно должно быть исследование в полях. У тебя должен быть доступ к проблемной школе, к какой-то школе, к какому-то садику, к какому-то вузу. Ты должен понаблюдать, потому что люди, которые там внутри находятся, они привыкли к этой ситуации, они не понимают, в чем проблема. Они привыкли и они держатся за свой комфортный мир. Если им его переделать, они потом скажут спасибо, но вначале они будут сопротивляться в основном, всеми силами. Но, к счастью, сейчас идет и омоложение директоров школ, и директора сейчас очень активные и какие-то творческие люди, которые понимают, хотя бы осознают эти проблемы, и они идут навстречу, как бы в помощи, ну, как бы пытаясь их решить. Ну, и это мы уже шли, у нас был вуз, потом была школа, это детский садик. Детский садик, это серия 2МГ-043, так называемый кораблик. Это очень распространенный в Москве проект. Их очень много, мы так и не смогли их сосчитать, но вот только в Северном Тушино, в одном только холдинге, ну, сейчас школы детские сады объединены в холдинге, значит, в одном этом холдинге их 11 детских садиков такого типа на пятачке, вот, ну, в общем, совсем небольшом. Сносить их никто не собирается, они очень крепкие, и там есть куча проблемных зон, ну, там, начиная с, мы решаем эту проблему комплексную вместе с, ну, вот, например, там есть 6 входов и 6 выходов. Контролировать эту ситуацию невозможно вообще. Это вот в советские времена никто детей, ну, никто за них особо не боялся, никто их не воровал, значит, никто об этом не думал. Ну, как может один охранник отследить вот историю с 6 входами? Есть проблема недостаточного места внутри, да, вот это вот 2 МГ, МГ это означает малогабаритный, это самый малогабаритный садик, который вообще, ну, по внутренним решениям, который был когда-либо построен. Там, когда находишься внутри, ощущение, что ты в каком-то кукольном домике, там, маленькие лестницы, там, низкие потолки, там, маленькие группы, там, все маленькое. И тоже все это начиналось с анализа выделения каких-то проблемных зон и теоретического, ну, как бы, обозначения путей их решения. Ну, в частности, вот, ну, сейчас больше трех этажей садики строить нельзя, но вот конкретно в этом саду занижены два фланга, то есть сразу мы их приметили как потенциал для увеличения площади, как раз и увеличения площади с повышением высоты потолка, скажем, в физкультурном зале, там, в этом садике, там, такой низкий потолок, что если ты бросил мячик, он так несколько раз еще между полом и потолком сделает, ну, довольно сложно там как-то играть в мяч. Даже люди, которые работают там много лет, нам вот рассказывали воспитательцы, когда ты куда-то идешь и задумался, в какой-то момент ты, ну, очнулся, и ты вдруг понял, что ты не знаешь, где ты. Потому что там такие ходы, переходы, там шесть лестниц, они все одинаковые, значит, есть коридор наверху, который их объединяет, ну, в первоначальном варианте. И люди, ну, невероятно сложная история в голове нужно держать, это нужно быть каким-то, никакой внутренней навигации, разумеется, нет. Отсутствие навигации внутри помещения, это не только проблема эстетическая, это еще и проблема психологическая, потому что ты, как бы, в каждый момент, ну, вообще человек склонен к контролированию, как бы, своей жизни, своей безопасности, и ему очень важно, чтобы он в каждый конкретный момент понимал, где он находится и что будет дальше, на уровне подсознания. Это касается и детей, и персонала, и гостей тем более. И когда ты начинаешь, когда ты не понимаешь, что происходит, где ты, ты начинаешь нервничать, и из-за этого происходит куча всяких проблем. Самая большая проблемная зона, которая была в этом детском саду и осталась в этих садах, она до сих пор, там существуют совмещенные группы. Там, где помещение для сна отдельно не выделено, и детишки в этих группах и едят, и спят. Ну, вот эта вот картинка, как это происходит, когда они спят, это когда они не спят. Она не очень-то меняется, но вот когда мы первый раз увидели, вот такое ощущение, что это какая-то овощная база. То есть вот стоят какие-то ящики, в этих ящиках лежат эти дети. При этом доступ к, вот, ну, скажем, как попасть наверх, ну, понятно, ребенок, он может только пролезть по этим детям. Ну, здесь, допустим, он еще может как-то сбоку там, например. Но вот эти кроватки стоят вплотную. То есть, если он там, не знаю, что-то с ним случилось, описывался или еще что-то. Мы говорим воспитателям, ну, а как вы решаете эту проблему? Ну, как-то решаем. Говорят, они так глаза отводят. Вот, ну, понятно, что они решают, как они пролезают по этим кроватям, но нет других вариантов. Мало того, дети даже если не писаются, они потеют. Причем потеют они в основном зимой. Топят там, как на убой. Там прям жарко. Они встают после тихого часа, они все потные. А как только они встали, все ящики задвинули плотно вот в эти вот коробки. И там потихоньку, там, ну, проветривать некогда. То есть, проветривать можно один раз в неделю, и это недостаточно. Там под конец недели такой вот духанный, я даже не знаю, как это назвать. Он такой очень характерный запах. Тоже, наверное, армейский. Вот, потому что это все там отсыревает, это все там набухает. И само по себе довольно остроумное мебельное решение, которое тоже было придумано не от хорошей жизни. То есть, как-то нужно было решать проблему. Это вообще остроумная придумка. Но оно морально, что ли, усталело. Потом, вот эта дверь, которая не закрыта до конца, она не закрыта до конца во всех группах этого типа. Не только в этом саду, но и во всей Москве. Связано это с тем, что расстояние вот этого бетонного проема между входом в раздевалку и входом в буфетную, оно на 5 сантиметров меньше, чем расстояние вот этой, чем размер вот этой типовой кровати. И в итоге дверь не закрывается, потому что она упирается в кровать. Причем не закрывается дверь именно в буфетную, где существуют какие-то потенциальные зоны опасности. Там, горячая вода, чайники и еще что-то. В этих микрорайонах их строили, эти садики строили вместе с этими домами. И вот первая волна вот этих маленьких детей, они туда попали, потом они, у них родились свои дети, они опять туда попали со своими детьми, и сейчас это уже третья волна. Они уже пришли, а там все то же самое. Вот за все это время там ничего не поменялось. И у них ощущение какой-то вот безысходности, то есть вот, и они что идут? А, в этом же садике есть 4 группы, в которых есть отдельная спальня, что особенно усложняет ситуацию, потому что родители бегут куда? К заведующей и требуют что? Чтобы их необыкновенный, талантливый, прекрасный, любимый, единственный в мире ребенок спал в группе, где есть спальня. Про дизайн общения этого даже пока ни слова, потому что вот, на мой взгляд, все эти цветовые сочетания, они безумные. То есть они травмоопасны для психики не только персонала, но и детей. Да, это вот крупно, как они спят. Что мы предложили? Мы разработали такую модульную систему выдвижных кроватей. Почему модульную? Потому что в основе модуля лежит квадратный подиум. Он квадратный на 2 человека места, так сказать. Значит, сейчас. Они потом свинчат. То есть вот один блок — это 2 кроватки. Следующий блок — это еще 2 кроватки. Следующий блок — это еще 2 кроватки. Они свинчены между собой. Эти поезда, они как бы, когда нам нужно спать, мы выдвигаем их сюда. У каждого ребенка есть доступ к своей кроватке с торца. У каждого ребенка его кроватка промаркирована, значит, не только цифрой, но и картинкой. Цифра и картинка, они совпадают с цифрой и картинкой в раздевалке. И она же продублирована цифрой и картинкой на полотенечнице. Ребенок запомнил. Он везде ежик. Значит, Мария Петровна знала, что вот в 17-м шкафчике сломалась петля. Я должна позвонить Юрию Васильевичу, чтобы он пришел и починил петлю. Потому что мы столкнулись с тем, что все клеят наклейки. На шкафчике клеят наклейки две. Во-первых, номер. Во-вторых, ежика. Значит, ежиков на всех не хватает. Поэтому бывают два голубых вертолета. Значит, при мне один папа, безусловно, психически нездоров, но он орал на воспитательницу, почему моему сыну шкафчик с бараном дали. Он требовал другой шкафчик. Ну, серьезно, я был свидетелем этого скандала. Ну, понятно, неадекватный папа, я все понимаю, но как бы некая проблема есть. Вот эти наклейки отклеиваются, шкафчиками меняются. В итоге дублирование номеров, дублирование ежиков. Значит, тоже вот на уровне графики, инфографики, мы сразу разработали три варианта этого решения, которые успокаивают всех. Я везде ежик. Если я там, не знаю, в постели ежик, я там в туалете ежик, я ежик в раздевалке. У каждого подход к его кровати, собственной суда. Когда эти штуки задвигаются, у нас происходит вот этот момент проветривания очень важный. То есть, по идее, мы могли бы не делать вот эти вот дырочки, но это как в метро. В метро вентиляции нету, и в метро вентиляция, циркуляция воздуха обеспечивается тем, что составы проходят в туннелях и сами, как поршни, как бы гоняют в воздух. Вот примерно та же самая история и здесь. То есть, эти кровати даже, в общем, застилать не надо. Ну, в смысле, они отказались от покрывал. Может быть, это не по санпинам, но это не нужно, потому что, как бы, вот это все, это большое покрывало. При этом в задвинутом состоянии мы получаем 100% площади. Мы, как бы, вернули эту площадь детям, при этом довольно некомфортное с психологической точки зрения пространство. Вот тут уже про дизайн. Это такой вытянутый, сама группа, она представляет из себя такое вытянутое помещение, как вагон, в торцевых стенах которого располагаются стеклянные окна. И ты, как бы, в таком коридоре. Его вот так вот продувает, что ли. Ну, психологически ты зашел, ты в таком вот отрезке. И за счет вот этого структурирования мы, как бы, разбили эти две зоны. Это уже чисто визуальная история. И так как появился перепад по высоте, возник вопрос безопасности. Ну, появились перила. Появились перила, мы их, там будет, по-моему, слайд, мы их использовали как способ и метод расположить здесь учебно-методический материал, который вообще в этих детских садах огромный дефицит стен. Там либо окна, либо двери. Стен там мало. А вот эти всякие плакатики, не знаю, развивающие штуки, вот эти безиборды, это все вещи, которые должны быть на стенах. Кольцевые маршруты обязательно. Здесь у нас пандус, здесь у нас лесенка. Но вот этот пандус, дети с таким невероятным восторгом, они, значит, разбегались в носках и по нему скатывались с визгом. В общем, веселье невероятное. Ну, воспитатели были против, разумеется. Им не нравится, что кто-то визжит и катается. И тут я их на самом деле понимаю. Ну, то есть, так-то вот на уровне родителей. Мне, конечно, нравится, что они катаются. То есть, 30 человек визжит и катается, то вот. И нам пришлось здесь наклеить, значит, такие полосы антискользящие. Дети, ну, как бы, очень долго расстраивались, они по привычке визжат, катятся. Вот. Но, то есть, какие-то мы корректировки вносили, мы наблюдали за этой группой полгода. Мы там были один раз в неделю и вносили корректировки, что можно было изменить. Мы переделывали сразу то, что уже нельзя было изменить, но было понятно, что сделано неправильно. Мы вносили исправление в проектную документацию с тем, чтобы следующая группа была уже без этих косяков. Это тоже очень важный момент, потому что сразу угадать и попасть туда, куда нужно, это практически невозможно. Да, с освещением, вот еще отдельные. Мы вроде бы дизайнеры мебели, но свет, это вообще супер больная тема. Кстати, не только, вот сейчас про класс тоже вернусь. В классе освещается все там две таких нитки люминесцентных ламп. Вот. Если ходить, ну, можно, есть специальный прибор для измерения освещенности, но это прибор не нужен. Можно просто взять белый лист бумаги. Лампы, они дают такой приятный такой, в кавычках, такой операционный свет. Еще они имеют свойство жужжать иногда. Они так жужжат монотонно. Вот. Приделаны они прямо на короба, потому что лень приделывать лампу к этой штуке. Прям на короб приделывать, там скапливается всякая пыль. Абсолютно тюремная история, с моей точки зрения. То есть, прям, вот просто эти лампы с этими коробами, они уже создают настроение, от которого... А ты же еще в кровати лежишь, ну, ты, прежде чем заснуть в детском садике, ты еще какое-то время смотришь. А на что ты смотришь? Вот на эти лампы. И потихоньку впитываешь вот эту культуру деталей, значит, примыканий и стыков. Мы уделили этому вопросу внимание довольно большое. То есть, мы разобрались, так как здесь был дорог каждый сантиметр, то мы убрали из... Ну, сами светильники, конечно, мы купили. Но мы убрали из них трансформаторы, потому что они занимали место. И трансформаторы, общий трансформатор, убрали в зону, где хранение, в отдельный блок. Максимально сделали их плоскими, подобрали цветовую температуру 4000 кельвинов, которая... Это именно такой теплый, очень комфортный свет. При этом он поступает абсолютно равномерно, потому что, если присмотреться, они распределены по... В общем, это равносторонний равнобедренный треугольник. И идет абсолютно равномерная засветка всей этой зоны. И светильники выключаются по зонам. То есть, одна зона у нас над обучающей зоной, имеется в виду зона по выключению света, другая над зоной игры. Хотя, вроде бы, как бы это не наш вопрос, но мы прям думаем, что он наш. Это вот что происходит в этой зоне, когда кровати убираются. То есть, здесь обычно вот этот ковер, игрушки, которые в момент... Это начали уже обживать. Те фотографии были сразу после монтажа. Это уже вот как это все живет. Это вот... Детишки. Но так как это... Чужих детей фотографировать нельзя, поэтому мы своих нагнали. Чужих мы фотографировали для дизайна следования, но не можем показывать. Но это выглядит примерно так же. Ну и был, значит, длительный вот этот вопрос, над чем мы работали с технической точки зрения. Это над тем, чтобы... Два было вопроса. Во-первых, сможет ли воспитательница выдвинуть такой поезд сама? И у нас были проблемы. Мы как бы... Ну, мы в итоге добились того, что вот эта вот маленькая девочка, которую сейчас унесли, когда я был полтора года, она сама выдвигала эту штуку и сама ее задвигала. К сожалению, в видео это надо будет вставить. Это был чисто технический вопрос. Мы экспериментировали с разными колесами, с расположением осей этих колес. Значит, и в итоге добились того, что это может делать любая воспитательница. И второй момент. Они нам, воспитатель, сказали, как же мы там будем убираться под этими подиумами? Там же будет накапливаться пыль. Вот. Я сначала так оптимистично говорю, ну как же, вот смотрите, взял тряпку, полез туда, значит, в эту штуку. Они так задумчиво посмотрели на мой зад и говорят, нет, мы туда не полезем. Вот. И стало понятно, что нужно будет что-то другое, потому что, ну как бы, очевидно, это как-то связано с унижением достоинства. Ну и правда, конечно, ползти вот в этой штуке, но туда еще ничего, обратно задом ползти, ну действительно странно. Вот. Поэтому в конце, значит, в конце последнего подиума предусмотрен люк, они его открывают, и к последней кроватке на кронштейне цепляют тряпку. То есть они взяли тряпку, отжали, прицепили, потом вытаскивают этот поезд, и тряпка как бы сама проходит весь этот путь. Потом они тряпку снимают, отжимают, полоскают, опять ее нацепляют, и обратно этот поезд задвигают, там эту тряпку вынимают. Это как раз история вот с этими, ну как, бези-борд, есть такое слово, не совсем это бези-борд, но вот это скорее история про интерактивность, потому что мы удивились, но в детские сады в какой-то момент, пока мы там работали, завезли интерактивные доски, много. Значит, мы очень, ну как-то, интерактивная доска в детском саду, но потом выяснили, в чем дело, потому что это один холдинг, когда в школах эти доски списали, куда их девать? Ну, конечно, в детский сад. Вопрос, зачем детям интерактивные доски? Значит, тут встал вопрос вообще, что такое интерактивность. И в какой-то момент, когда погрузились в эту тему, потому что и воспитатели не в курсе, что с ней делать, и одно дело, они мультики могут смотреть, но мультики они на экране могут смотреть, там у нас там предусмотрен экран, значит, проектор, мультик показываешь, а другое дело, интерактивная доска. И когда стали погружаться в эту тему, в общем, поняли, что интерактивность, это уже такой стереотип, что это что-то связано с электроникой, что-то связано с гаджетами, на самом деле это не так. Это просто как какая-то способность взаимодействия и как бы с предметом, и получение этого отклика от этого предмета. Потом история со стульчиками и столами. Когда мы всю эту концепцию предлагали и продумывали, нам сначала казалось, что вот именно здесь должны стоять стулья и столы, а там должна быть игра. Почему нам так показалось? Потому что мы послушали воспитателей, которые хором сказали, вообще вот эта история называется «Ребенок на полу!» вот так вот, с таким истеричным, значит. «Ребенок на полу!» На полу ребенок — это страшно. Поэтому то, что ребенок вот в этой истории, вот здесь, в этом ящике нижнем, тоже как бы на полу, это никого не смущает. Вот. Потому что привыкли. То, что в этих группах тепло так, что там это суперпроблема, там супержарко, это причем повсеместная проблема садиков этого типа. Не знаю почему, но это как-то связано, наверное, с какой-то техникой. Мало того, мы показываем детские сады в Финляндии, где вообще все дети на полу валяются. В Финляндии уж точно не теплее, чем мы. Это никого не убеждает. Но это финны, они какие-то дикие, значит, у них пусть валяются, а наши дети на полу не могут. Просто мы следуем за их логикой, мы решили, что играть они должны как раз на подиуме, потому что там типа теплее. И поэтому мы занялись разработкой стульев и столов, которые могут быстро собираться убираться, чтобы можно было вывынуть кроватки. Потом, когда мы начали эксплуатировать эту группу, стало понятно, что все не так, все должно быть наоборот. Стульи и столы должны стоять наверху и никого не трогать. А внизу как раз игрушки, ковер, они там играют, там свободное пространство, внизу и воздух лучше на самом деле, потому что там похолоднее, там просто свежее. И вот это вот собирание и убирание столов и стульев, оно оказалось не таким актуальным, хотя вот им как раз пользуются, потому что уборки, там всякие праздники и прочее. То есть вот эти стульчики и столы, они мало того, что растут, потому что в рамках одной возрастной группы еще существуют ростовые группы, но они еще и штабилируются. Тоже вот над этим мы долго работали, и аналогов пока этому решению в мебели нету, ни в отечественной, ни в зарубежной. То есть растущая мебель, которая штабилируется. Кроме того, мы думали над тем, что когда мы наблюдали за воспитателями, мы увидели, что они очень часто, им удобно по два стула перенести вместе. И чтобы два стула перенести, их нужно поставить спиной друг к другу. И вот эти вот ручки на этих спинках, они как раз позволяют поставить и взять сразу четыре стула, вот захватить их так. Отдельное внимание мы уделили зонам, которые связаны не с детьми, а со взрослыми. Потому что опять-таки наши исследования, такие очень общие, показали, что дети вообще-то, вот к вопросу о том, что Татьяна сказала, вот дети, которые в детском саду, им вообще-то наплевать, как выглядит среда. Почему? Потому что им не с чем сравнить. Они туда попали, они еще до этого ничего другого не видели. Им не с чем сравнить, и у них нет никаких критериев оценки. Это не значит, что среда на них не влияет, но им все равно. А вот взрослым не все равно. И вот психологическое, моральное состояние взрослого человека, о, перестало, нет, не перестало, оно в итоге в самой большой степени определяет то, насколько ребенку хорошо. Потому что если воспитательница добрая, если она, если комфортно, если она не злится, то она может заниматься детьми и передать все это ребенку. Если она нервничает, если она злится, если она возмущена, если ей все раздражает, то все это она передает ребенку. И когда мы поняли, что ключевой фактор комфорта ребенка в детском саду это психологическое состояние воспитателей, то мы очень серьезно выявили те зоны, где у них происходят основные конфликты и точки напряжения. Но прежде всего это, на самом деле, кухня не прежде всего, прежде всего это, конечно, туалет. Потому что в нашем садике это единственное, мы там выделили отдельную кабинку для взрослого воспитателя. Тут ее нет, наверное, да? Ну вот, жалко. Ну вот, значит, это туалет. Потому что в обычной ситуации воспитатель, ну, по идее, по санпинам он должен идти куда-то там, в другой конец этого детского сада. Это иногда может занять 15 минут. Поэтому он туда не ходит. Он как бы в основном ходит в эти же детские унитазики, припирая дверь какой-то расческой там. Ну, это все неофициально, но это все так. При этом, конечно, он чувствует себя некомфортно. Ну, там, в любом случае. Ну, либо он ходит все-таки туда за 15 минут, оставляя детей там непонятно, значит, в какой ситуации. Ну, понятно, там есть другой воспитатель, но это некомфортная ситуация. Психологически некомфортная. Второй, конечно, две хозяйки на кухне. Вот эти, тут надо сюда добавить фотографию, как выглядят эти буфетные. Это просто какой-то кошмар. Эти буфетные, это не то, что пособия по эргономике. Ну, я не знаю, вот те, кто этого не видел, они не верят. Это как с этими туалетами. Никто не верит, что так может быть. Потому что есть маленькая комнатка, в которой стоят кухонные шкафы, которые там не помещаются, они не стыкуются. Там куча каких-то дыр, в которых стоят. В общем, это неудобно и некомфортно. Значит, мы постарались, ничего тут не изобретали. Мы взяли стандартную кухню. Тоже было важно, чтобы наше решение можно было воспроизводить. То есть это обычная, не помню, как это, кухонный двор или что-то. Значит, ну, какая-то контора, которая занимается кухнями. Ну, конечно, мы продумали все до сантиметра, как ТЗ для них. И нам даже удалось впихнуть сюда посудомоечную машину. Это она вот в эту маленькую штуку, в которую не влезает ничего. У нас поместилась посудомоечная машина. Опять-таки, если посуду моет не тетя, а машина, значит, в это время тетя может уделить внимание нашим детям. Если все, ну, опять-таки, мы попытались вот все учесть. У них там две сушилки. Ну, тут уже все, перечень всех чашек, ложек, вилок, чайников. Вот все, чтобы у них не возникало никаких конфликтных ситуаций, ни друг с другом, опять-таки, хозяйки на кухне, ни с предметно-пространственной средой. Вот. И попытались это все решить, значит, на этом уровне. То же самое касается туалета. Это вот... Туалета у нас нет, фотки, как было, да? Но это еще хуже, чем школьные туалеты. Это прям... Вот. Значит, туалеты... Да, вот по поводу туалетов здесь не очень видно, но, вот, например, выяснилось, что унитаз, который стоит между двумя перегородками, ну, казалось бы, он должен стоять посередине. Ну, логично, унитаз, две перегородки. Но это детский сад, это самая ранняя группа. Тут по санпинам и нету этих дверок, и не должно быть. Вот. Вот. Но именно в этом возрасте воспитатели еще детей, извиняюсь, они им подтирают попу. Они это обычно делают правой рукой. То есть, и если унитаз стоит посередине, им неудобно подходить, мало места. Поэтому у нас унитазы сдвинуты влево чуть-чуть. То есть, они подходят, вот они ребенка тут обработали, и им это удобно. Там же стоит веничек, которым можно потом почистить этот унитаз. И это не стоит ничего. Ну, то есть, эти решения, они бесплатные, что ли, да, потом при воспроизведении. Вот. Здесь, опять-таки, это та же самая плитка, тоже самые фабрики. Тут это все дешевое. Тоже связано с сушкой. То есть, вот эти вот радиаторы на батарее, мы попытались сделать их такими, что помимо того, что циркулирует воздух, тут вот эти вот волночки, они как бы еще отстоят на расстоянии, и сюда можно вешать все, что сушить. Потом, вот эта традиция оставлять открытыми все эти сифоны, канализационные трубы. Тоже мы попытались не тут побороться. Ну, на наш взгляд, получилось. Ну, это уже отдельные предметы мебели, которые, это такая развивающая парта, которая заставляет ребенка пересесть, не заставляет, а мы как бы ребенка в игровой форме от игры пересаживаем за учебу, при этом создавая у него ощущение личного пространства, что тоже очень важно для детских садов. Это вообще проблема, потому что ребенка приводят вот в одну комнату 70 метров, и он там должен радоваться коллективному общению со сверстниками в течение 10 часов. Это и нормально, но это ребенку, честно говоря, ну, не всегда хочется вот находиться. А уж если чуть-чуть какие-то подвижки психики, если какой-то намек там на проблему, это реальная проблема. Дети, это психологически некомфортная ситуация. Он хочет куда-то спрятаться. Но мы не можем ему дать такую возможность, потому что он должен быть на виду у воспитателя. И выяснилось, что вот это ощущение личного пространства, оно вообще-то не связано с реальной заизолированностью человека. Наоборот, даже вот эта реальная заизолированность, она рождает другую проблему, клаустрофобию и прочее. Но вот эти вот дуги, они вдруг создают ощущение того, что это твое пространство, и ребенок, все боятся, что он будет там плохо себя вести, все время бегать и все время кататься. Нет, они успокаиваются, они там сидят. Единственная проблема их оттуда выковырять. Они не хотят оттуда уходить. Им там хорошо. Они сидят, рисуют, что-то разговаривают, общаются. И мало того, чтобы убедить, что эта штука работает именно так, это как раз у нас начиналось все с проекта офисной мебели. Там была такая гигантская колымага, и мы с ней не попали. Мы ее сделали, мы ее позиционировали как рабочее место в такой офис, ну типа Гугля, где такие вот творческие работники и прочее. Но потом выяснилось, что офисы типа Гугля – это Гугль. И у них уже все обставлено, а других офисов такого типа у нас нет. И несмотря на то, что эта штука всем очень нравилась, ее на выставке все в ней фотографировались, всякие вот эти, все на ней катались, ее снимало телевидение, и ни один человек не спросил, сколько это стоит. Потому что никто не проассоциировал эту штуку с собой. И тогда мы ее, мы начали думать, в чем проблема. Мы добились положительной эмоции, это совершенно точно был отклик, было вот это, вот вступили в таксильный контакт, но люди ее, ну не то, что не захотели, они не поняли, что им это нужно. Значит, мы в чем-то ошиблись. Мы начали думать в чем, и пришли к тому, что это, мы смасштабировали эту историю для детей, мы полностью поменяли ее конструкцию, оставив принцип, и попали прямо вот в точку, потому что дети – это тот потребитель, который, и тогда родители, которые понимают, что это для детей, они тут же начали спрашивать, сколько это стоит. Потому что, ну плюс, эта штука вся разбирается, она укладывается в плоскую коробку. Про то, что я не договорил, про перила. Перила – это такие вставные таблички, которые можно вот так, ну как поле чудес, я не знаю, здесь можно составлять слова, тут можно какие-то примеры решать, там есть всякие слоники и прочее. Это все, плюс есть навесные элементы, так как это деталь, как у конструктора, то есть перфорация, вот там видите, руль приделан для капитана. Ну то есть это может быть, да, какая-то куча навесного, куча, какие-то варианты навесных решений, которые могут, в общем, меняться. Вот этот стол с рулоном, тоже интересная вещь. Мы сделали стол, в котором можно прокручивать рулон. Рисуешь, прокручиваешь, классная вещь, очень понравилась. Нравится детишкам просто невероятно. Их не ограничивают форматом листа А4. Они рисуют с двух сторон, они как-то совместно вплетаются в рисунки, ну как бы в рисунки друг друга, но они вдруг предложили новую игру, о которой мы вообще не думали. Мы когда, ну не то чтобы тестировали, мы просто у нас стояли в мастерской, а дети, которые приходили, они все время играли. Они все делали, они нарисовали дороги, и один крутил, а второй вот машинкой и автобусом по ним едет. Значит, это у них была первая идея, которая, ну, в голову такой не придет. Значит, если помните, была такая игрушка детская, советская, там был такой руль пластмассовый, там такая крутилась штука, ну типа за рулем. Они изобрели примерно то же самое, только машинку они держали рукой. Потом, дальше больше, они взяли машинку, начали крутить эту штуку, и машинка стала падать вот в эту банку. Мы не рассчитывали, чтобы машинки попадали в эти банки. Нам это опять-таки, у нас даже такой мысли не могло родиться. Это совершенно случайно получило, что машинки падали в банки. Тогда, ну, вернее, они не очень хорошо, но попадали. Тогда, может, скорректировали чертежи так, чтобы они попадали хорошо. Ну, как это они придумали. Мы за ними уже следим, как бы, и вносим вот эти изменения. Ну, и вот закончить я хочу тем, как раз, что вот эта вот больница, над которой мы сейчас работаем, это тоже детская больница, детский стационар в городе Екатеринбурге. Это крупная, это первый частный детский стационар. И люди хотят, они уже к нам пришли с пониманием, с видением таким, ну, как бы, европейским, американским, скорее даже, того, что такое процесс выздоравливания, не знаю, нахождения в больнице для ребенка. И у них была совершенно точно такая, ну, как нам кажется, правильная гипотеза, что ребенку не акцентирует внимание на его болезни. А ведь в больнице очень много интересного. Там есть МРТ, там есть какие-то удивительные штуки. И для ребенка они удивительны. И сделать для него это как путешествие в какую-то страну приключений, какое-то, в общем, всячески отвлечь его от истинной причины его там нахождения. И они уже пришли с какой-то доказательной базой, значит, и мы ее с удовольствием приняли, тем более, что понаблюдали это уже в других местах, включились в эту историю и начали создавать для них вот этот полностью прототип палаты. Мы его выстроили у себя в Академии. Ну, так, в Екатеринбург не наездишься, и потом эту больницу ее только строят. То есть, когда мы там были, последний раз, там было только, ну, там, 3-4 этажа, она там, ну, там, на уровне бетона. Вот. Но мы выстроили полностью эту палату, мы потребовали у них кровать. Это единственное, что мы там не проектируем, потому что эти кровати, ну, это прям, это, она стоит, как автомобиль хороший. Значит, она умеет все. Там она поднимается, жужжит, у нее есть свой пульт для пациента, свой пульт для врача, есть столик. Ну, в общем, это вещь, на которой долго и серьезно работали серьезные компании. Ну, это все. Даже в самых дорогих наших больницах в лучшем случае стоит вот такая кровать. Дальше там все ужасно, просто за много денег. То есть, там нету розетку для телефона, воткнуть некуда. Подсветить себе непосредственно вот то место, где ты читаешь, чтобы соседа не отлечь, невозможно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Из этих мелочей набирается вот эта история. И, мало того, вот это так называемые фреймы медицинские, то есть, в них встроена куча медицинского оборудования, там есть розетки для газа, двух видов газа, там есть всякие розетки для медицинского оборудования, есть рейлинги для крепления медтехники, это уже такая эргономика, в которой каждый сантиметр может стоить кому-то жизни. То есть, это очень серьезная работа. Это не как в детском саду. Ну, в детском саду тоже серьезно, но там, по крайней мере, нет такой угрозы. Вот. И поэтому вот этот вот момент, когда стоит рядом другая кровать, опять-таки все по сантиметрам, потому что место экономят абсолютно все. Вот. И как это происходит? Если какие-то медицинские манипуляции, то тут выдвигается такая занавеска. Куда она исчезает? Куда она убирается в тот момент, когда она не используется? Потому что сейчас в больницах это вот, по-моему, австрийская штуковина, но она просто приделана к стене, она там висит, очень неопрятно и выглядит, и вообще в целом устрашает. Потому что ни с чем хорошим не ассоциируется. То есть вот мы ее убираем в шкаф. Значит, также это вот параллельно мы разрабатываем диван. Там есть двухместная палата, есть одноместная, где днем это диван, а ночью, если мама остается с ребенком или папой, то она у нас раскладывается и превращается в кровать. Вот эти все... Ну, то есть мы дизайном тут еще даже не занялись, вот, по крайней мере, вот с этим. То есть мы сначала определяем как бы смысл, который мы будем проектировать, потом мы определяем эргономические границы, и только потом мы занимаемся стилистикой. То есть какого-то будет цвета, какие-то будут там уголки, деталки там и прочее. Это уже следует на последнем этапе. Но вот в нашем понимании дизайн образовательных пространств он начинается именно с аналитики сначала, причем с такой аналитики, не поверхностной, а такой вот с несколькими глубинами, уровнями глубин погружения. И там бывают удивительные открытия. Эти открытия, они иногда настолько противоречат общепринятым представлениям, что это нужно еще, во-первых, их увидеть, во-вторых, как-то иметь смелость донести до заинтересованных лиц. Потом это начинается эргономика. Эргономика – это все, что связано с макетами, все, что связано с прототипированием. И только потом начинается стайлинг, только потом начинается… Хотя, если говорить о цвете, вот у нас тут очень много желтого. Почему желтый? Это не просто потому, что нам нравится желтый, а потому что, ну вот в частности, школа, класс, который мы проектировали, это северная сторона. Дети учатся когда? Они приходят осенью и уходят весной. 50% их учебного времени – это вот за окном как будто кусок серого ДСП прибили, и он как бы никак не меняется. Ну вот, что рассказывать. А даже финны ходят в специальные такие комнаты, где верстит просто очень яркая лампа. Они там сидят, сейчас как-то это у них называется, какая-то терапия, чтобы не спиваться. Значит, и потом уходят. Вот желтый цвет, он в данном случае не символизирует, он на подсознании – это компенсация отсутствия солнца именно в тот период, когда дети в основном проводят там время. Это не просто потому, что мы любим желтый цвет. Ну и так далее. Хотя в некоторых палатах, которые южные, ну, палаты тоже перескакивают на Болесу, у нас там есть предложение по другой даме, вот тут уже, ну, в общем-то, другие истории. То есть цветовые решения, они тоже отчасти связаны с эргономикой, потому что эргономика – это не только удобство, это вообще комплексное большое понятие. Вот, спасибо большое.